Незаконная тонировка передних, боковых и лобового стекол, согласно новому кодексу о нарушениях, находится в ведении Минтранса. Вот из 9 утра надзорный орган, правда не одни особи до Бишкика, штрафуют нарушителей закона. Как оказалось, любителей тонировки или по-другому смелых автолюбителей после Нового года стало намного больше. Водитель утверждает, что его остановка незаконна и он не нарушил правил дорожного движения. Более того, его авто без тонировки. В итоге из закона послушный гражданин вымолил прощение у правоохранителей и отправился в путь. Другие были недовольны работой двух надзорных органов, говоря, что те не останавливают дорогие авто с покрытием, мол, духу у инспекторов не хватает. Вот посмотрите, понаблюдайте за работой инспекции. Они явно пропускают водителей на крутых тачках, пропускают тонированные машины. А претензии предъявляют нам, как говорится, простым смертным, у которых машины простые и сами мы тоже, не золотом шитые. Вообще беспредел. Милиция выявляла нарушения и Аминтран составлял протоколы, а штрафы водители уже оплачивают в ближайшие терминалы. Кстати, в сумме это составляет 3000 сумм. Сегодня первый день рейдов, а по городу работают 9 батальонов. На площади столицы за короткое время было составлено 5 протоколов. Если большинство водителей не подчинялись работе инспекторов и уезжали на авось, оставив покрытие, ведь у надзорных органов, согласно новым правилам, нет полномочий сдирать сонировку, то гражданин Кубанычбек Ошоев подчинился сразу и сказал, что машина его сына. Машина не моя, а сына. Так стыдно, надо же было попасть на камеру. Я просил его недавно убрать покрытие, но он не послушал. Стыдно. Конечно, сразу сдеру. Это незаконно. Министерство транспорта намерено передать контроль ГОБДД за внешним видом транспорта, а также налагание штрафов на нарушителей. В данное время законопроект уже был рассмотрен в первом чтении. Раньше мы составляли протоколы об административном праве. Сейчас совместно проводим рейды мероприятий, и они, Министерство транспорта, и они составляют. Наша задача остановить, взять документы у водителя и передать сотрудникам Министерства транспорта и Кыргызстана. Теперь вы всегда будете такая совместная работа проводить? Да, теперь будем проводить совместно, всегда. А пока МВД законодательно не вернет себе эту функцию, Минтранс будет искать и наказывать нарушителей совместно с милицией. Многим кыргызстанцам такие новшества пришлись не по душе. По их мнению, такими путями избавиться от коррупционных схем стране не удастся. Напротив, взяток может стать намного больше, ведь за порядком на дорогах отныне следят целых два ведомства. Элиза Балбакова, Халасаки Баев, Нью-ТВ. Балбакова, Халасаки Баев, Нью-ТВ.